Через почти месяц после того, как Путин объявил о незаконной аннексии оккупированных Россией украинских территорий, в так называемой ЛНР ничего не изменилось. Увеличилось разве что количество билбордов с поздравлениями о наступлении того самого русского мира и российской пропаганды. Первым делом так называемые власти открыли в Луганске региональное отделение партии «Единая Россия». По утверждению ее пресс-службы, в ЛНР заявление на вступление в партию сразу подали якобы более 22 тысяч человек. Однако менее важным для группировки ЛНР оказалось восстановление регионов послевоенных действий. Еще в октябре российская администрация на временно оккупированных территориях Луганской области кичилась готовностью к отопительному сезону. А на днях пасечник признал, у администрации в преддверии зимы нет ресурсов компенсировать людям потери. Даже отступив, россияне продолжают уничтожать жилье жителей Луганщины. Да и на территориях, которые еще остаются оккупированными, агрессор, разрушив целые города, не в состоянии не выплатить обещанное, не предоставить жилье пострадавшим. Оставшихся без жилья жителей Северодонецка, Лисичанск, Рубежного, а именно эти города больше всего пострадали от российской агрессии, оккупационные власти предлагают временно разместить в санаториях и пансионатах на оккупированной Луганщине, чтобы перезимовать. Что дальше – непонятно. Зато коллаборанты договорились с Россией об открытии филиала российского промсвязьбанка. Весь бизнес обязали открывать счета там с января, пенсии также начнут насчитывать с января следующего года. Для рядовых жителей большинство банковских услуг сейчас недоступны. Но больше всего изменилась ситуация на Луганщине с введением военного положения. Вместе с усилением комендантского часа на временно оккупированной территории так называемым правоохранительным органам предоставлено право проводить личный досмотр людей, их вещей, жилья, транспортных средств, а также задерживать граждан без оснований. Мобилизация на Луганщине пока что временно приостановлена, как объясняют эксперты. Сейчас там большое перенасыщение подразделений из Чечни. Однако все может измениться уже с 1 января следующего года. На данный момент с аннексированных территорий выгоняют людей с украинским паспортом. Если ты остаешься и оформляешь паспорт Российской Федерации, то ты попадаешь под мобилизацию частично Российской Федерации. То есть с 1 января 2023 года там уже должны действовать полная мере российские законы. И соответственно уже тогда, уже тогда ты, ну то есть таких жестких санкций по тому, как бы откосить от мобилизации в России, в ВНР, ДНР нет. То есть там, если в России ты отказываешься, 10 лет тюрьмы. В ВНР, ДНР такого нет. Ты можешь скрываться сколько угодно, не приходить на повестку. Тебя если увидят, тебя приведут на пункт. Если нет, то тебя не будут в розыск объявлять. А по российским законам, если не явился по повестке, открывают угловное дело и пошло, пошло, пошло. Вот одни сейчас так и будут действовать. Обещали российские захватчики после аннексии упростить таможенный и паспортный контроль на границе с РФ. Но на деле его сохранили на российской границе. Несмотря на заявление, что границы между ВНР и Россией больше нет, не соответствует действительности, все равно погранпункты остались. И все равно очереди там остаются. По ту сторону луганчанам устраивают тщательные проверки на оружие, ищут запрещенные вещества и проводят допросы. Поэтому на границе огромные пробки и скопления машин. Почти вдвое выросли также цены в Луганской области за последний месяц. Жители Луганщины обеднели в пять раз. Больше всего подорожали продукты и лекарства. Цены на говядину и сахар выросли почти на 90%. Среди вероятных причин подорожания называют санкции против РФ. В Луганск перестали поставлять товары западных брендов, которые ранее в город привозили дельцы с подконтрольных Киевом территорий. До февраля нам завозили европейские телевизоры и бытовую технику. Сейчас в основном все из РФ и Китая и сильно подорожало. Также последние недели сократили поставки фруктов, молочных продуктов из Беларуси и РФ. Параллельно в городе отмечают рост цен на рынки недвижимости. Аренда и продажи жилья выросли на 50% и фактически достигли уровня 2014-2015 годов. Как считают местные жители, это может быть связано с ростом спроса. Много сел и городов Луганщины полностью разрушены. Оставаться на зиму там небезопасно, а потому люди покупают жилье в Луганске. Но для оккупантов проблемы местных жителей в преддверии зимы не так уж и важны, как организация ледового шоу. По данным российских СМИ, жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка проведет в оккупированном Луганске ледовое шоу. 14 миллионов рублей на это выделили из бюджета РФ. Кому война, а кому шоу. Как предполагают сами же россияне, теперь жена усов Путина будет отмывать средства на так называемой ЛНР.